Всем привет! Уже конец июля, поэтому я начинаю снимать видео о сортах томатов, которые я выращивала в сезоне 2019. А это около 20 сортов. За один раз не расскажешь и не покажешь, поэтому я решила снимать по несколько сортов в день и оставлять свой отзыв. Для меня это будет самый удобный вариант. Итак, начнем! Все сорта, о которых я буду сегодня рассказывать в этом видео, я выращивала в стеклянной теплице в Московской области. Итак, первый сорт – малахитовая шкатулка. Но прежде чем начать описание, я хочу сказать большое спасибо зрителям, которые посоветовали мне этот сорт. Я зеленоплодные томаты пыталась вырастить 2 года, ничего не получалось, но в комментариях рождается истина. Мне посоветовали этот сорт и не только, и у меня все получилось. Так что большое всем спасибо! Начнем описание. Растение высокорослое, листва у него густая, вела в 2 стебля, сорт – это среднеспелый. Кисть простая, завязываемость колоссальная, практически 100% очень урожайная. И томаты растут по всей длине стебля. Плоды плоскоокруглые, гладкие, крупные, могут достигать и 300, и 400 грамм. Окраска у томата желтовата с зеленым отливом. В зрелой спелости, изумрудно-желтого цвета, мясистый, мякоть нежная, сладкая, сочная, многокамерный. Но семян в то же время очень мало, чтобы собрать. Кожица тонкая, и за счет этого может лопаться прямо на кусте. Это отличный сорт, я его буду дальше высаживать. Великолепный вкус, но единственный недостаток – он не хранится, этот сорт. Это так сорвал и съел, и не перевозится очень плохо. Применение как в свежем виде, так и можно использовать в соке. Сорт сахарозовый. Растение высокорослое, крупное, в теплице достигает 1,5 и выше метров. Вела я его в 2 стебля. Сорт среднеспелый, и сразу скажу, что очень урожайный. Плоды округлые, гладкие, крупные. Может достигать и 300 грамм. Окрас в полной зрелости, нежно-розового цвета. Плоды сочные, сладкие. Ну и присутствует, конечно, кислинка. Мякоть у него сахаристая. Многокамерный. Семян тоже не столь много. Это разрез поперек. Красивая, нежно-розового цвета мякоть. Кожица у этого томата очень тонкая. Поэтому для лёжкости он не подойдёт. И на кусту он может трескаться. Чтобы сохранить этот томат, чтобы он полежал, то нужно его снять недозрелым. Это разрез поперёк. Томат вкусный, сахаристый. Он подойдёт для заготовок, например, на томатный сок. Для цельноплодного консервирования, я думаю, что нет. Гибрид томата хлыновский. Растение высотой не более полутора метра, а то и меньше. И в теплице лучше его высаживать с краю. Кусты крепкие. Вела я его в два стебля. Его можно отнести к раннеспелым. Потому что он начал зреть у меня один из самых первых. Плоды в стадии зрелости красного цвета. Пишут, что он крупноплодный. Но у меня плоды выросли средние. Очень урожайный гибрид. Плоды ровные, круглые, сочные. Но в то же время они мясистые. Вкус? Скажу так просто. Томатный вкус с такой хорошей томатной кислинкой. Это разрез поперёк. Семян достаточно. Очень неприхотливый гибрид. Очень хорошо лежит. Так как мякоть плотная. И кожица тоже плотная. Это разрез горизонтальный. Гибрид замечательный. Очень хорошо подходит для цельноплодного консервирования. Приготовление аджик, соусов. Ну и просто можно использовать в салаты. Следующий сорт. Это полосатый шоколад. Растение высокорослое. От двух и более метров в теплице. Толстый, мощный стебель. Но при этом листвы умеренно. Вела я его в два стебля. Очень урожайный сорт. Плоды округлые. По 400, есть и по 500 грамм. Созревание у него дружное. Форма округлая. Приплюснутая с нижней части. Особенностью этого сорта, это конечно же полосочки на поверхности томата. Окраска кирпично-бордовая. Ну и зеленые полоски на поверхности. Мякоть у этого сорта плотная. Мясистая. Совершенно не водянистая. Многокамерный. Семян небольшое количество, но они крупные. Находятся в зеленом геле. Вкусовые качества просто отличные. Сочетает и сладость. И знаете, характерный вкус черных томатов. У него очень хорошая легкость. Но знаете, что дозаривается он очень медленно. Хорош в салатах. И так просто поесть, порезать на ломтики. Сорт черный ананас. Растение высокорослое. От двух метров и выше в теплице. Вела я его в два стебля. Сорт среднеспелый. Урожайность у него довольно-таки хорошая. Плоды плоскоокруглые. Крупные. Могут достигать и по 500 грамм. Зеленовато-коричневого цвета. Мякоть у этого томата нежная. Сочная. Можно сказать, что масляничная. Цвет мякоти. Розово-красно-зелено-желтый. Вкус необычный. Очень трудно его описать. Мне кажется, что вкус этого сорта все понимают по-разному. Для меня он сладкий, насыщенный. И ощущается фруктовой нотки. Хранится он не очень хорошо за счет того, что кожица у него тонкая. И на кусту он очень часто растрескивается. Этот томат, знаете как, сорвал и нужно сразу съесть. Чтобы эти томаты хранились, нужно, конечно, их срывать недозрелыми. Очень хорош в свежем виде. Сегодня уже 2 августа. Я продолжаю снимать видео о сортах томатов, которые я выращивала в этом году. Черное сердце бреда. Это высокорослое растение. В теплице вела его два стебля. Среднеспелый сорт. Это плоды темно-красного цвета с темно-зелеными плечиками. В основной массе в форме сердца. Но встречаются и более вытянутые плоды. Есть такие плоскоокруглые. Вес колеблется от 300 до 500 грамм. Но вот данный томат весит 570 грамм. Вкусные, сладкие, мясистые, плотные. Кожица у них тонкая. Поэтому на кустоне чаще всего и растрескиваются. Чтобы томат хорошо лежал, нужно его снять недозрелым. Хранится плохо за счет того, что у него тонкая кожурка. Приятный нежный аромат. Семенные камеры небольшие. Применение его, конечно же, это свежий салат и просто его нарезка. Можно также его замораживать. Для консервирования он не подходит. Все-таки это томат салатный для свежего потребления. Вкусный томат. Сорт Касталута де Парма. Это высокорослый куст. Вела его в теплице в два стебля. Среднеспелый сорт. Это считается эталоном ребристых томатов. Плоды очень красивые. Красные, плоскоокруглые, с хорошо выраженной ребристостью. Масса томатов может достигать до 300 грамм. Сочные, сахаристые. Семян достаточно. Многокамерный. И томатная кислинка слабо выраженная. Это кто не особо любит томатную кислинку. Мякоть сразу видно. Такая арбузная. Очень сахаристая. Это вдоль. Здесь поперек. Довольно-таки вкусный томат. Хорошо пойдет для переработки, для соков. В свежем виде замечательно. Некоторые некрупные экземпляры, например, такие, можно закрывать и цельноплодными. Еще некоторые кусты дают вот такие плоды. То есть ребристость здесь мало выражена. Можно сказать даже, что очень и очень слабо. Так что бывает и такое, что не все томаты получаются ребристые. Сорт Сержант Пепперс. Это томат, в который можно влюбиться. Это высокорослое растение. Вела его в теплице в два стебля. Среднеспелый сорт. Стебель тонкий, как, собственно говоря, у многих сердцевидных томатов. Урожайный. Вес плода есть и по 150 грамм. Есть и по 300. Этот томат весит 270 грамм. Томаты сердцевидные, с вытянутым носиком. Красно-розовый цвет и сильным напылением фиолетовым на плечках. Мякоть. Мякоть малиново-розовая. Сочная, ароматная, сахаристая. Вкус сбалансированный. Семенная камера небольшая. Это поперек. Это разрез вдоль. Многокамерные. Семян небольшое количество. Мякоть видно, что сахарная. Отличный вкус. Мне он очень понравился. У него длительное плодоношение. Подойдет он в съезжие салаты. И просто в нарезку замечательный. А внешний вид его просто наикрасивейший. Что заметила при выращивании. Это чем больше будет солнца, тем будет интенсивнее и красивее окрас у этого томата. У него хорошая лёжкость. Очень редко, в исключительных случаях, он лопается на кусту. Но это когда уже совсем он перезреет. И так же он дозаривается очень хорошо. И при этом он не теряет своих вкусовых качеств. Замечательный томат. Это прям любовь этого года. Сорт южный загар. Выращиваю уже его на протяжении нескольких лет. И считаю одним из самых вкусных сортов. Это высокорослый куст. Среднеспелый сорт. В кисти по 5-6 плодов. Они овально-удлиненной формы. Желто-оранжевая очень красивого цвета. Массой до 300 грамм. Бывает и выше. Есть конечно и помельче. Плоды ровные, плотные, малосеменные. Мясистые, сахаристые, сладковатые. Очень вкусные. Все, кто пробовал эти томаты, всем он нравился. Это разрез поперек. Они действительно вкусные. И они вкусные просто как нарезки, как в свежем салате. И плоды, которые не крупные, можно замечательно их консервировать. Сорт загадка природы. Выращивая второй год, мне посоветовал сорт зритель моего канала. Мне понравился. И в этом году я высадила 1-2 кустика. Растение высокорослое. Ввела его в теплице в 2 стебля. И среднеспелый сорт. Томат крупноплодный. Этот экземпляр весит 628 грамм. И помельчий. Но вообще в основном томаты очень крупные. Это томат бикалорный, розово-оранжевый, с красно-розовой шапочкой. Мясистый, сахаристый, сладковатый. Мякоть оранжево-желтая, розово-красная. Многокамерный. Семян немного. Вкус, конечно, отличный у него. Присутствует небольшая кислинка. Отличный сорт для салатов. Просто нарезки. Мелкие экземпляры можно консервировать. Ну, а так я пробовала с него делать сок. Замечательно получается томатный. И просто в салаты. Замечательный сорт. Всегда буду высаживать 1-2 кустика в теплицу. Отлично. Сорт утенок. Куст штамбовый. Очень низкорослый. Максимум 40 см. Ранний. Высокая урожайность. Для открытого грунта он будет просто идеален. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Плоды среднего размера. Ярко-оранжевого цвета. Округлые. С небольшим острым носиком. Плотные, сладкие. Они не растрескиваются. Заморозков не боятся. Высаживала я его в теплицу. Между высокорослыми томатами, как на раннюю продукцию. Самый первый отдал все свои плоды на дегустацию. Сочный. В то же время и мясистый. Идеально подойдет для консервации. Для употребления, как ранняя продукция, в свежем виде. Замечательный томат. Очень неприхотливый. Я его не посынковала. Как только отдал весь урожай, просто его убрала. И все. И он никому и ничему не мешает. Замечательный сорт. Внешне очень декоративно смотрится. Детям его употреблять тоже очень интересно. И красиво, конечно, он смотрится в баночках. Если вы будете консервировать. Замечательный сорт. Я тоже всем советую. Август месяц. И я продолжаю делать обзор на сорта томатов, которые я выращивала в этом году. Сорт ирландский ликер. Это высокорослое растение. Средний спелый сорт. Формировала я его в два стебля. Выращивала в теплице. Плоды крупные. И с небольшой ребристостью у плодоножки. Вес может достигать и 400 грамм, и 600 грамм. Биологическая зрелость и окраска плодов зеленая. И затем может переходить в желто-зеленую. Исистый, сочный, сладкий, крахмалистый. Вкус очень гармоничный. Замечательный сорт. Нам понравился. Единственный недостаток, что хранится он плохо. Это, знаете, так сорвал с куста и съел. И, возможно, трескается будет на кустах. Но это некоторые томаты. Применение это в салаты. В свежем виде просто замечательное. И пробовала я еще делать сок томатный. И аджику. Именно из зеленоплодных томатов. Разрежем, посмотрим. Сочные, мясистые. Семян очень мало. Действительно они сладкие. С фруктовыми нотками вкусовыми. Вкус действительно гармоничный. Замечательный томат. Будем продолжать выращивать. Гибрид мохитос. Это высокорослое, очень мощное растение. Средне-ранний гибрид. Урожайные плоды ровные. Около 200 грамм. Чуть выше. Шаровидные. Немного приплюснутые со стороны плодоножки. Насыщенного красного цвета. Ароматный, приятный, выразительный вкус. Кожица плотная. Не трескается. Даже если томат висит и он будет переспел. Хорошо переносит перевозку, хранение. Созревание происходит практически единовременно. Устойчив к заболеваниям. Температурные перепады ему будут нипочем. Применение его это как и в свежем виде. И в нарезке, соки, цельноплодное консервирование. Отличный гибрид. Тоже очень понравился. Сейчас разрежем, посмотрим. Камер немного. Семен тоже и сочный, и мясистый. И он очень плотный. Для цельноплодного консервирования он будет идеальный. Также и аджики. Теперь разрежем вдоль. Это продольный разрез. Видно, что он сахаристый, мясистый. И небольшая белая жилка. Совсем небольшая. Хороший, насыщенный томатный вкус. Хороший такой томатной кислинкой. Неплохой гибрид. Сорт сладкий касади. Высокорослый куст. Мощный. Средний, ранний. Формировала я его в два стебля в теплице. Плоды мизинчики. Растут кистями по 5, по 6, по 10 штук. Красного цвета с золотистыми полосками. Кожица блестящая. Весит примерно по 20-30 грамм. Плотные, мясистые и в то же время они сочные. Вкус для меня показался пресноватый. Сладость в них есть, но по вкусу он для меня нейтральный. Хочу сразу сказать, что на кусте он будет висеть, не гнить. А будет вот так сморщиваться, знаете, по типу как вялится. Они не гниют, а именно они высыхают. Вот таким образом. Ни один плод не сгнил, просто подсох. Так, разрежем, посмотрим, что внутри творится. Вот такие мизинчики. Видно, что и мясистые, семян мало. Вкус, я же говорю, для меня он показался совсем пресноватым. Хотя хочу сказать, что многим, кто пробовал, сказали, что этот сорт вкусный. Но я его не распробовала. Вот такой томатик. Применение его, как и в свежем виде, как написано, и в засолке, и просто в закатке, цельноклодное консервирование. Я его хочу попробовать провялить. Посмотрим, что получится. По вкусовым баллам для меня он на троечку. Ну, а у кого угощало, все его оценивают на хорошую твердую четверку. Следующий сорт я покупала у огородника. Он значился как чудо земли. Но видно сразу, что это пересорт. Сам куст низкорослый. Он примерно 60-70 сантиметров. Плоды розовые. Некрупные. Очень сочный. Многокамерный семян. Много. Очень, просто при очень урожайный. Куст весь облеплен вот такими небольшими томатиками. Вкусный томат. Но очень жаль, что оказался пересорт. Это, конечно же, не чудо земли. Но выращивать его, я думаю, стоит. Потому что по вкусу действительно хороший томат. Но единственное, что он не высокорослый. Занимать им теплицу я не рекомендую. Потому что низкорослый вообще в теплице, я считаю, что сажать нет смысла. А вот для открытого грунта он довольно-таки хорош будет. Во-первых, он ранний. Очень созревает урожай единовременно. То есть вот эти все томаты, они были сняты за один раз буквально. Просто можно снять все томаты одним разом и кусту брать вообще. Сорт поцелуги ранее. Растение среднерослое. Среднеспелый сорт. Выращивала в теплице, вела в два стебля. Томатики маленькие. Максимум 15-20 грамм каждый. Красного цвета. Каплевидной такой формы. Заостренный носик. Плоды очень красивые. Очень красивые. Они растут вот на такой большой кисточке. Таких кистей может быть на кусту несколько. Это я пока донесла. Они все осыпались. Растет очень красиво. Ничего не скажешь. Сам томат сочный. Семян мало. Кожица по плотности средняя. Поэтому они на кусте не лопаются. Знаете, по вкусу я хочу сказать, что это настоящий томатный вкус. С хорошей такой кислинкой. Это вот разрез поперек. Вот так он выглядит. Этот томат будет очень хорошо для цельноплодного консервирования, соления. Банки будут смотреться замечательно. На всякие кетчупы, соки навряд ли, потому что их очень много нужно. А вот для баночки будет просто замечательно. Хороший томат, в принципе. Я выращивала один куст. Этого для разнообразия достаточно. Сорт Дьявол Джерси. Высокорослое растение. Средний-поздний сорт. Плоды есть и по 100, и по 200 грамм, и выше. Очень похож на перец. На некоторых длинные загнутые носики. Длина одного томата может составлять 18 см. Мякоть. Мясистый. В меру сладкий. Сочный. Вкус классический. С томатной хорошей такой кислинкой. Ну и ароматный. Малосеменный. Хорошо хранится. Не растрескивается. Чуть побуревшие уже плоды. Вот в таком состоянии. Сразу же осыпаются. А если вы до них дотронетесь, сразу посыпется всем. То есть еще не успев дозреть, он сразу будет осыпаться. Это нужно будет знать. Применение вообще множество. И для салатов подойдет. И соки, и соусы, и пасты. И будет, конечно, очень эффектно смотреться в банке, если его законсервировать. Для томатов, которые идут именно на кетчуп, и на соусы, он будет идеальным. Так как он очень мясистый и малосеменной. Иногда может давать небольшие пустоты. Хороший томат. Сорт томата Сан Марцана. Это высокорослое растение. Среднеспелый сорт. Выращивала его в теплице, вела в два стебля. Плоды удлиненные, собраны в кисти. И в белогистской зрелости они красного цвета. Гладкие, с небольшой ребристостью. И имеют даже, знаете, такую кубовидность. Плоды плотные. Стеночка в один сантиметр. Мякоть, можно сказать, даже она маслянистая. Имеются пустоты. Семян очень и очень мало. На вкус, в свежем виде, он пресноватый. У него отличная лёжкость, хорошо очень дозаривается. И, конечно, при перевозке этот томат будет замечательный. Этот томат я выращивала специально для вяления. Также он будет хорош в приготовлении соусов томатных. Так выглядят томаты уже без семян. Я их выбрала. От этого сорта я хочу получить очень вкусные и ароматные вяленые томаты. Я уже приготовила. Если рецепт уже вышел у меня на канале, я оставлю ссылку под этим видео. Действительно, он идеален для приготовления вяленых томатов. Следующий сорт ОЗСЮ. Такое сложное название приобрела семена у огородника. Это высокорослый куст. Вела я его в теплице в два стебля. Относительно поздние. Первые созрели на кусту у меня в начале августа. Необычного цвета верхушка. Красно-оранжевая, можно сказать, даже кирпичного цвета. Плечики темные. Плоды плотные, очень лёжкие, хорошо дозариваются. На кусту не трескаются за счет того, что плотная кожица. Урожайный, многокамерный, сочный. Семен очень много. Вкус? Вкус. Вкус вообще пресный. Вкуса у томата нет вообще никакого. Он очень сочный. когда его начинаешь есть, прям вот эта сочность бежит. Мякоть не очень яркая. Она такая бледно-розового цвета. Вот вкус даже не описать. Он никакой. Мне этот томат не понравился. И всех, кто его пробовали, тоже. Поэтому высаживать я в следующем году его не буду. Но 5 баллов ему можно дать, конечно, за его красоту. плоды очень необычные. На кусту прям смотрится очень оригинально. На кусту